всем привет мои хорошие вы на канале jj family с вами катя и сегодня мы сделаем небольшой обзорчик на игру dead age это что-то типа зомби выживалки как обычно ходишь лутаешься прокачиваешься убиваешь зомби давайте посмотрим что это за игрушкой и не будем мешать вот этому зомби обед так профиль 1 других выживших что-то быстро ты должны тренироваться и выполнять задания так солдат медик охранник инженер на закрытом студента пусть будет джейк талантов снижение нет так что значит казуальный казальный режиме здоровья и силы противника значительно ниже отличный подход для тех кто предпочитает короткие кровы сессии вам повреждается слизи и количество ресурсов товарищем поскольку этот аспект игры также важен и сложен как и в обычно случае смерти используйте улучшение чтобы позволить к накаблю преимущества для следующих прохождений давайте поставим казуальный нам в принципе все равно же только посмотрите игрушку что улучшение какие-то у нас нет педали вода отмена что давайте начнем играть посмотрим что это за игрушка поначалу ничего не предвещало беды люди жалились на права в памяти за которым следовали сильные всплески адреналина ученые были в растерянстве не могли найти эффективное лечение вирус зомби распространялся стремительно и педением бушевала повсюду вернув хаос весь американский континент правительство и ученые не могли ее сдержать и теперь оставалось лишь бороться за выживание ты позволяешь усталому взгляду скользнуть по горизонту вдалеке повсюду поднимаются клубы дыма события последних нескольких часов вспоминается с трудом это у нас уже наш персонаж лили ты там ты в порядке ты отчаянно оглядываешься но нигде нет и следа твоей сестры после аварии произошло не прошло не так много времени ты потерял сознание на обочине когда тебя выбросила из машины надо найти ее она где-то неподалеку сельская дорога забита пустыми машинами поблизости никого не видно но тут замечаешь два неподвижных силуэта в одной из машин стоящих чуть дальше лили и нет только не то что вообще-то тебе приближается страшный силуэт такие как он слишком часто попадались тебе на глаза лишь за последние несколько часов в буйном хаосе где кричали и карабкались друг на друга люди посреди самой чёт толчей ты видел несколько из них ужасающий бродяга передвигается размашистым но неверным шагом мысли лихорадочно роются в голове резко подскочил адреналин чувство нарастающую панику ты хватаешь за свой рюкзак так потеряешься сестра нам надо найти сестру вместо шоссе обычно находки старая деталь одежды бинты статус порядке угроза атаки что так ладно инвентарь в этом меню можно подготовиться схватки сначала возьми свое оружие дубинку ты решаешь вооружиться и вернуться к битве так но мы берем надеть а за шумер то есть немедленно приближается а медленно приближается ты следишь низком ты слышишь низкое рычание всего пару часов назад ты видишь как такая тварь разорвала на честь твоего брата не прошло и минуты как он снова отказа и стал одним из них так а чё уже в бой это я так понимаю наш урон наши характеристики да давайте бой атака это та самая дубинка которая ты отбивался от существа в бывшем лежит твоим братом на ней еще видны шметки плоти и крови оставшись от удара которым ты правому ему голову что-то если честно похоже а я играла на телефоне как же он там звалкин дэд раут рот of survival что ли что-то дорога выживания пошаговая стратегия типа того также только там было все не настолько с такой крутой графикой но это графика что не крутая но там было тоже прокачиваешь героев флаги ты все это это недавно узнал на практике зомби сильны твой нынешний противник мог серьезно ранить или даже убить тебя ты вспоминаешь что в рюкзаке есть еще оружие так это кузак ты по что всегда можно сменить оружие во время сражения это зачастую ключ к выживанию ты берешь пистолет отца и сосредотачиваешься на нападающим так берем надеть и припасы надеть ага и назад ты осознаешь что смена оружия занимает время чем не примену чем чем не примену воспользуется нападающий ага умри тварь ты войдешь на ногах каждое оружие имеет свой способ применения очень нацепляет за остатки сознания ты поднимаешь пистолет на своего гниющего противника так пистолет атака шатающийся бронет в текстуру влиток ты благодаришь тачу когда твои выстрелы повалили зомби для каждого выстрела требуется боеприпасы которых у тебя не так много по крайней мере при обыске тела поверженного существа нашлось кое-что полезное так какая-то майка шум выстрелов привлёк других оживших мертвецов похоже они чуют твою кровь и плоть со стонами зомби бреду в свою сторону у тебя достаточно времени чтобы подготовиться ты открываешь рюкзак да ёлки-палкин давай вещи открываю на майка дает минимальную защиту от урона так это у нас получается защита а это что давайте наденем так подожди а как мне вернуться но был в инвентарь зайти ладно бой так уже же мертвецы добрались до тебя почти без силу с его с несколькими патронами ты преисполнил нелешимости до драться до последнего а в инвентарь уже все не зайти что ли ох нифигасе его штормит так шатающийся бродяга него больше жизнь давайте его сразу в смысле баки ни хрена си идите к черта шериф он знал бы дубинка ударила так взяли мы еще какую-то шмотку вооружен незнакомец изучает внутреннее спокойствие излучает форма шерифа дает надежность что ты обретешь союзника в этом хаосе идем со мной мне не помешает еще один боец спасибо но я ищу свою сетру она пропала кто уверен что она еще жива сегодня случилось больше смерти чем за всю историю он должна быть жива насильно я потерял сознание и только уточню себя смотрю а ее нет твоего брата так-то сожрали а чё бабу думаешь не сожрут но по этой дороге не пройдешь везде стоит машина я пойду с тобой помогу с поисками спасибо вот возьми патроны и аптечки кстати как твое имя малец и правда малец думаешь ты открывай рюкзак в университете не учили как выживать в таком хаосе ты понимаешь что у тебя нет несоответствующего содержания не настроя что пережить апокалипсис меня зовут джейк куда мы идем неподалеку отсюда у нас есть лагерь там ты сможешь отдохнуть собрать с мыслями джек мы делаем аптечку в общем и пошли нет набор а использовать да а зачем нам использовать а я не хочу использовать так соединить теперь нам надо так понятно и теперь мы переодеваем и опять в бой да так кто там показывает уровень уровень наших врагов уровень врагов на почему у нас первый уровень это у них 3 твой противник зомби медсестра ты должен больше узнать о противнике чтобы эффективно с ним сражаться для этого выдели его имя где как поэтому что так давайте выстрелим зомби медсестра чего смысле смысле она его лечит мы что в какой-то рпг играем тут что ли они там не знаю фин даже нервы какой-то типа финалки не финал фэнтези когда там друг друга можно лечить чумать охренел что ли как зомби могут лечить друг друга что за бред вообще блин давайте ударим его плюет на нас да чувак делает выстрел отход прилетает во врага так навыки понятно шапку мы взяли подняли навыки боя выжжишь и имеешь широкий выбор навыков тебя наградили очками навыков которые можно использовать для улучшения навыков боя специализации ты выбираешь понравившийся навык и закрываешь меню понятно так а подожди нет а нет мена так ну ну вот это так а здесь спецнавыки а вот выживаемость то вот это какая-то хрень давайте все вот поэтому сделаем и тут давайте вкачаем чё у нас пока пистолет и что еще давайте рукопашную еще попробуем пока немного вообще не понимаю что к чему и как добычу взять да так вы нашли ящик похоже что крышка соединена каким-то проводом с чем-то внутри и и чё и чё блин я не знаю пробовать открывать или нет давайте попробуем пусть шериф откроет давай шериф открывай шериф подходит к ящику чтобы внимательно смотреть его ну и чё алё шериф хорош смотреть открывай фу было нелегко но у меня получилось так какие-то материалы взять джек запомни деньги больше ничего не стоит материалы вот новая валюта использую для сделок с торговцами так вы покидаетесь в сосе и пробираетесь из лес к счастью оживших мертвецов мало и они далеко друг от друга как только приближается один зим шериф легко избавляется от верца точным выстрелом опять атака там про сестру болтают так быстро инвентарь вот можно шапку это скорость да прибавляет ну-ка надеть что еще нет напор навыки работа какая-то отряд а вот отряд и статистика понятно ладно давайте в бой и атакуем мы добрались надо быть на чеку похоже стрельба привлекла толпу мертвецов и мы добрались до лагеря я так понимаю с появлением толпы иногда придется отражать серию нападений эти сражения более сложные но и награды за них оружие боеприпасы и другая экипировка существенней защищаю лагеря не дай им пройти за ворота как мы это сделаем посмотри сколько их а мы везунчики а вы везунчики что я вас заметила да еще с новыми друзьями как желаете разыграть эту партию джентльмены какая-то триж триж вовремя подуспела вперед джек ждем приказов что моих вот лишь есть несколько продвинутых навыков но чтобы использовать такой сильный навык как еще как ее обжигающая пальба требуется два очка действия очки действия до генерируется каждый раунд а дэд ображается сверху слева сложные навыки забирают один и более дэд навык боевая готовность повышающая защита так же дэд плюс 1 а дэд используйте его сейчас чего блять у дэд какой триж медик я его готовлю снова триж че он там у себя напялило так теперь мы а ну что ж да это и так у которого меньше лкушный пешеход есть родного убили вот лишь достаточно она может использовать обжигающую пальбу это сильная атака поражающая сразу нескольких целей но мы уже как бы убили все враги если бы мы этого не убили она бы по всем бы да что за нет не может быть сильным потысением ты взираешь на своего врага из-за длинных испутанных волос на тебя смотрят пустые голодные глаза твоей сестры лицо ее запачкнут кровью она не спаслась это она что с ним он только что потерял сестру лилий понятно ну давай че будем еще делать боевую готовность сведоточься ты же знаешь что это уже не твоя сестра с этим никогда не свыкнешься все темнеет ты теряешь сознание в этом состоянии нельзя совершить какие-либо действия к счастью твиш может облегчить тебе боль оказывай первую помощь этот навык можно использовать только если у тебя шприц а если честно игра вообще так себе не особо интересная там вообще отжимается зомби они все а это они там плавают что ли медик первая помощь джек скучновато игра правда у меня на телефоне и то поболее экшена было да сестра хорош меня бить тебе че надо то пистолет извини джек держись в смысле извини джек это я ее убила просто атака скалаша херачит какие то инструменты день первый ваша игра автоматически сохраняется в начале каждого дня так как это рпг в жанре выживания сохраниться в течении дня невозможно принимать решение мудро ощущая боль ты просыпаешься и видишь что на краю кровати и ты лишь и смотрят на тебя сочувствующим взглядом она наклоняется чтобы обнять тебя но ты не хочешь говорить о своей потере ты просто хочешь снова помогать в лагере джек нам нужно новое оружие найди меня в баре и мы обсудим подробности как только ты собираешься занять место за стойкой выбрается полный мужчина ты же бросает на него удивленный взгляд должно быть она тоже видит его впервые нас только что привела шериф хэнк ранен мы искали его жену но были окружены что нам делать мы нужно быстро найти ему аптечку джек тебе надо найти какие-то материалы поговори со мной здесь баре если тебе нужны дополнительные сведения ты киваешь и пытаешься оценить нового прибывшего он скажет человеку с которым ты мог бы подружиться до сей этой суматохи может стоит поговорить с ним на патруле позже так день первый а у нас настройки работа в магазин испытания в путь день первый на кабаре создайте аптечку материалы бинты так так а как нам вот это что ли что это малая аптечка а нам подожди что она сказала сейчас блин я запуталась создайте аптечку все опять навыки ладно пофигу пусть будет здесь все пусть будет так ммм создаем аптечку а два бинта надо ого где бинты тут взять поговорить давайте а ну это она нам рассказывает часы так понятно закончить разговор нам получается значит назад в путь ты же предложила поискать подходящие медицинские материалы на шоссе днем потому что мы идем в шоссе день ммм обычные находки медицинские компоненты старые одежды старые детали оружия все в путь а вот так быстро проходим по вещам ничего не появилось ничего создать не можем отряд мы можем зайти к чуваку а мы можем чуваку существенно да давайте наденем она нам все в принципе нужна так же у него да можно смотреть что окей так все бой атака поразят за ум я знаю как использовать дробовик но у меня кончаются боеприпасы мы должны научиться их делать так понятно стреляем туда да да пофигу в кого ливень оскок давай добиваем вот этого и надо было наверное вот дэйма сделать боевая готовность что он сделает что он просто невидимую мантию какую-то наденет нифига себе двойные удары что чувак ты сделал у тебя ничего и нету да понятно в смысле у него еще и хп осталось так старая одежда брошена полицейская машина прекрасное место для поисков оружия с належением но может еще и опасное обыскать как сосредоточить на скрытие багажника сзади на вас нападают мародеры о еще мародеров не хватало ээээ ты лучше не стреляй потому что у нее ответ на удар а ну-ка а если сейчас на него манчо наденем ого они еще и капканы ставят ты посмотри какая скотина но мы же в принципе не будем же ближним да да ответ на удар в одежде да хорош только стрелять ты чё добьем ее ну и эту у нее ответ на удар стоит а ударить мы ее не можем ну именно вот например дубинку потому что капкан она поставила ну все нифига ее аж перевернула винтовочный патрон на латунь нам надо блин найти бинты кстати надо медсестрой сейчас гасить первой потому что она лечит так ну и сейчас конечно немного поинтереснее стало играть потому что есть тут какие-то мародеры но принцип один убиваешь зомби мародеров и хочешь там обыскиваешь машин чтобы найти что-то нужное и просто выполняешь задание компания находит заброшенную остановку вы осторожно продвигаете здание чтобы не привелись внимание если повезет найдется что-нибудь съедобное давайте остановка не совсем пуста как это могло оказаться на первый взгляд к вам немедленно придутся мертвецы медленно вы вынуждены готовиться к бою а почему это не остановка а опять мост какой-то блин перезарядиться надо было да что ты меня кусаешь то паразит подеремся то ну-ка дробаши вынеси слушай блокировала нифига блин я не хочу на тебя тратить патрону вот тебе шприцы а нам нужны бинты и мы их до сих пор не можем найти так ну-ка вещи старая одежда это все ты находишь или а это все вообще сколько патронов то у нас осталось 4 патрона что ли так было ж дофига какие-то навыки то есть медик еще будет принятие вообще никуда не ставится ладно бой мы вообще получим эти бинты или как а а а а а чувак у тебя чё патрон ёлки только не будешь тут тянуть патроны водить мы не можем точно у него закончились патроны и и чё надо делать пусть и в рукопашку драться может быть слушай я могу сейчас ему патроны сделать ну-ка я сейчас ничего не могу крафтить и у меня патронов мало фига и у меня все у меня последний патрон остается почему мне тут херачиться сам по себе а у него кровотечение блин я думаю чё он а а материала внимательно взгляды ты ищешь материала для аптечки и в конце концов замечаешь машину скорой помощи слышно как не ты плачет женщина ты остался спрашиваешь все ли в порядке замечаешь что рода останется больше похожим на стоны задняя дверь в классе входит в разлагающейся с медсестрой так ну они урона маленький урон маленький конечно не носят но все равно неприятный есть бинты так ну что назад день второй итог дня находки диноль мотива 8 стимент 1 все понятно 2 2 не заходит женщина она выглядит усташе из немощенной но не выка не выказывает интереса кто вообще писал так коряво присоединиться к лагерам предлагает торговлю со скидкой 6 единиц подъем предлагает вам купить эту одежду кепка 3 уровень на не что не 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 а Так, у меня тут своя работа. Доктор, ну теперь можно взять аптечку. Понятно, дни вот проходят, вот так понятно. Вау. УЗИ, ну давайте УЗИ. Я и хочу подойти к Хэнку. Да ты задай... Вы дайте мне чувака полечить. Я ж делаю. Так, назад. Ну-ка, теперь пища. О. УЗИ-то мы купили, да? А, вот, вот эти патроны, слушайте. В общем, такая, ребята, игрушка. Не знаю, может кому-то понравится, может нет, но... Я не знаю. Не знаю, чё, как? А, почему-то какой-то голод, как этот голод лечить. Непонятно. В общем, ну, не такая игрушка, я не знаю. Ну, кто-то там писал отзывы и хорошие, что там и по 20 часов не играли. Мне вот уже за полчаса вот хватило. И дальше, в принципе, нет желания играть. Не знаю, может кому-то нравится. Я лучше в мобилки поиграю. Что-то в те же ходячих мертвецов, чем в это. Так что, ребятки, если вам понравилось, можете поиграть. На вкус этого вообще нет. Будем на этом заканчивать. Так что, всем спасибо за просмотры. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии обязательно, ребятки. И также не забываем нажимать на колокольчик возле подписочки, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и предстоящих стримов. Так что, всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.